Я много лет борюсь с одним пороком. Правда ли, что брак может помочь? Или же брак совершенно бесполезен на этом поприще целомудрия? Брак может помочь только в том случае, если человек сам прилагает усилия к этому, прилагает усилия и борется с этим так, как он может. В противном случае – нет, и брак мало может помочь. Запомните один из законов, который вам Осипов, наверное, не говорил на прошлой лекции, а я ему сейчас подскажу, чтобы он знал, что, оказывается, существует закон взаимосвязи всех пороков, так же, как и взаимосвязи добродетелей между собой. Какая взаимосвязь? Сделанное одно уже стимулирует сделать следующее. Слышите? Один грех уже даёт толчок к совершению другому, так же, как и одно добро помогает делать другое. Взаимосвязь – это закон, вы знаете, закон железный, духовный закон, которого не знаем, и иногда, как же такое? Вот это завершилось! Я так-то и так-то... А очень просто так! Ты даёшь свободу своим мыслям! Всё, голубчик, можешь быть спокоен! Теперь от тебя можно будет ожидать очень многого! Ты можешь, главное, когда даёшь свободу, когда можешь удержаться – лови! Блажен и же имет и разбиет младенцы твоя камень! Когда только пришла мысль, когда пришёл прилог, это ещё никакого греха нет – прилог! Саму Христу, помните, сколько было? Целых три прилога, да ещё каких! Сам дьявол предлагал! О! Это надо помнить! Если человек не будет бороться с этим, не будет бороться с прилогами, в частности, говорю, мысли... Ну, а ещё бы я посоветовал из своего личного духовного опыта! Слышите, вы когда-нибудь слышали, с вами делятся личным духовным опытом? Наверное, никогда не слышали! Так вот, впервые послушайте! Из своего личного духовного опыта говорю! Если не будешь бороться своими глазами, то, голубчик, ничего не получишь! Выйди на улицу, скажи – минуту пройду, не буду смотреть! Ну, полторы! Ай! Куда ты? Ты ж только сейчас решил! Слушайте, если с глазами не будем бороться, в каком целомудре вы хотите после этого? То есть, мы хотим такого получить! Слышите, оказывается, как взаимосвязано всё! Никакой брак вам не поможет! Не только брак! У Соломона было сколько там? Триста жён? Да сколько ещё сотен наложниц? Что вы думаете? Он что, избавился от этого? При всей своей мудрости? Слышите? Глаза! Вы поняли теперь, почему монахам прямо казают? Иди глаза в землю! У многих, знаете, в традиции болтажки, знаете, вот такие у армян, например, видели? Как вот так прям закрывает! Он ничего и видеть не может, кажется! О, глаза! Это, знаете, что такое? Это не только дверь, это открытая стена, в которую всё тебе вваливается! Не победить этого, если не будем бороться, командовать своими глазками! Ага!